Всем привет! Это мой MacBook 2018 года и я уже пользуюсь им больше года и хотел рассказать вам о том, что мне в нем нравится, что мне в нем не нравится. Больше, конечно, тут вещей будет. Это видео в первую очередь будет про те вещи, которые мне не нравятся, потому что то, насколько этот MacBook офигенная вещь в своей, в общем, вы и так знаете. А вот, что меня раздражало на протяжении этого года, я вам здесь и расскажу. Но для начала, для начала я вам расскажу о том, что самый-самый крутой магазин Apple техники в Украине и в мире и в галактике это магазин Технократ. Переходите по ссылке в описании, покупайте в себе новый MacBook, не такой, а MacBook Pro 16, это я вам всегда советую во всех видео. Вот такой уже, наверное, ну, лучше подкопите и купите себе какой-то посвежее, посвежее ноутбук. Если захотите, все-таки обязательно по ссылке в описании в магазине Технократ. Во-первых, вы скажете, что это такое, Семен, это вообще не MacBook, это что-то прекрасное, что-то невероятно красивое, золотого цвета. Я вам скажу, нет-нет, это ноутбук все-таки, это все-таки ноутбук, MacBook 2018 года в пленке D-Brand. Она есть сзади пленка, она есть даже на вот этой вот полосочке, если вы видите, эта полосочка отдельная наклеечка, ее, ровно ее наклеить было на самом деле сложнее всего. И есть даже на тачпаде наклейка. И вы спросите, насколько это, типа, эффективно и не падает ли чувствительность тачпада и все остальное. Нет, абсолютно легко привыкаешь, даже такой вот, правда, шуму больше становится. Вот так я в офисе работаю и все это слышат. Пленка очень крутая, это, наверное, самое качественное. Если задумаете обклеивать, не обязательно, конечно, в такой прекрасный цвет. Я знаю, что вам нравится, вы всегда мне это пишите, что вам очень нравится. Вы говорите, какой ты, ты просто барон. Ну вот, ты как царь, вот, хотят меня с царем сравнить, и это очень приятно. Не стоит, не стоит такой, не стоит так честь мне отдавать, не нужно. Я понимаю, что это красиво. На самом деле, я еще, я все время шучу, но ни разу еще не сказал, насколько мне веселит триггерить людей тем, что у меня золотой ноутбук. Это просто люди так сильно возбуждаются, что это меня веселит просто. Поэтому, поэтому золотой. Если вы спросите, почему золотой, я вам ответил, почему золотой. На самом деле, у Дибренда, это ни разу не реклама Дибренда, это действительно восхищенные пользователи, потому что я уже не первую штуку, не первый девайс обклеиваю их пленками, и они действительно делают очень крутую работу. У них есть там под дерево, под кожу, под карбон, вот все, что вам понравится. Я бы советовал, чехол можно и не носить, а вот пленочкой обклеить, в принципе, если потом захотите продать, пленка легко снимается, и ноутбук вообще как новый, никаких не царапит ничего, а при этом выносите его без чехла. Это очень круто. Так, с пленкой разобрались, эксплуатация самого корпуса, это просто все плюсы. Не буду рассказывать об этом долго, очень крутой корпус, очень крутая сборка. Я не сильно прям бережно к нему отношусь, потому что таскаю, швыряю и так далее, при этом он идеально новый. Нигде ни вмятинки, ни скола, нигде ни царапинки на нем не видно. Очень, очень качественная эта вещь с точки зрения промышленного дизайна, поэтому тут, как всегда, любому Apple можно поставить максимальный зачет. За что стоит поставить незачет максимальный в макбуках, я, наверное, не открою вам тайны, скажу, что это клавиатура. Действительно, клавиатура это что-то просто невероятно ошибочное с точки зрения Apple. Мне кажется, во-первых, такой супернизкий ход клавиш в этих моделях не нравится мне лично, звук мне лично тоже не нравится, тактильный отклик мне не нравится, я к нему так сильно. Я, конечно же, привык, набираю быстро, я не сильно прям такой задрот, чтобы на такие вещи обращать долго внимания, но вот дома от механической клавиатуры я ловлю большой кайф. А на работе это просто, ну, клава да и клава. Поэтому не то, чтобы к катастрофой вы не привыкнете, но мне низкий такой супернизкий ход клавиш в этой butterfly клавиатуре не очень зашел. Но это, конечно же, не самый большой фейл. Самый большой фейл заключается в том, что эта клавиатура просто перестает работать. Перестает работать, блин, клавиатура в ноутбуке за 3000 долларов. У меня она, как бы история такая, два раза был такой период, когда эта клавиатура зависала. Ну, то есть, как зависала? Несколько клавиш переставали работать. И я такой себе подумал, ну, как бы это неприятно. Это рабочий ноутбук мне айтишник принес, говорит, сейчас, сейчас все сделаю. Вот этим воздухом сжатым подул, говорит, там еще и газом воняло. Он потом на людей начал пшикать и ржать, и ушел, как бы нормально придумал. И пофиксил, да, оно перестало. Залипала клавиша, перестала залипать. Почему она залипала? Потому что я открыл, когда-то оставил ноутбук открытым в офисе на ночь. Пыль какая-то припала. По-моему, даже уборщица убирала, что-то такое. Пыль на клавиатуре припала. И я подумал, классная идея сделать вот так. Не классная эта идея. Просто запомните, что это вообще не классная идея с макбуками до 2000, ну, до макбук про 16, это не классная идея. Потому что у них у всех эта клавиатура с butterfly, по-моему она называется, butterfly, короче, с супер низким кодом клавиш. Это не классная идея, потому что после этого сразу же две кнопки начали зависать, залипать и не работать. То есть нужно было нажимать гораздо сильнее и так далее. Он пофиксил это, перестало, потом через какое-то время в совсем другом конце клавиатуры начало залипать. Другая клавиша, я опять, короче, этим баллоном уже сам подул, опять пофиксил. Как бы в ремонт так и не сдавал. Мне повезло, потому что есть люди, которые прям в ремонт сдают, им весь топ-плейт меняют и так далее. Из-за клавиатуры. То есть у меня был фейл не такой здоровый. Повторюсь, это рабочий ноутбук, мне его выдали, я им работаю и как бы супер счастлив с тем, что у меня есть. У меня есть друг, который купил за свои кровные деньги и тоже ходит на работу и вот так ходит, работает, работает. И у него тоже перестала клавиатура работать. Он как бы там сервис сдавал, ему меняли очень дорого. Потом у него почему-то не накатилась Каталина и вообще ничего не помогало. Каталина, прилетает обновление, нажимаешь, ничего не получается обновить. Сервис-центр носил, говорят, это какая-то странная беда, не получилось тоже. То есть человек просто не может никакими способами установить Каталину. Даже в сервис-центре даже наши айтишники не смогли. Поэтому и чувак говорит такую сакральную фразу. 3000 долларов, и у меня самое простое, что есть в этом ноутбуке, клавиатура умерла. Какого фига? Почему? 3000 долларов не работает какая-то софтверная штучка. Почему? И он говорит, 3000 долларов. Я ему что-то говорю, он такой, 3000 долларов. Ты понимаешь, 3000, это 3000, а потом еще и долларов, ничего-то там, а долларов. И вот когда он так говорит, то ты начинаешь понимать, это 3000 долларов. Он машину продал недавно очень плохую, как бы уже старую, но за 3000 долларов. А тут ноутбук за 3000 долларов. Он мне говорит, машина 3000 долларов и ноутбук 3000 долларов. Как офиг. Короче, вы поняли, о чем речь, да? Это так не должно быть, и поэтому Apple большой незачет. Мне, скажем так, просто повезло, что у меня эта клава залипала и отлипала. И сейчас я сижу, стою и вам говорю это, но не факт, что я сейчас не сяду за свое рабочее место и каким-то образом она опять перестанет работать. Это очень не факт. Второй момент. Я весь этот год практически работал с этим ноутбуком через переходник специальный Type-C, на котором куча входов, с внешним монитором. Внешний монитор 4K LG. Очень крутой. Я не помню модель, но он очень классный. IPS-матрица и, еще раз говорю, 4K-разрешение. Так вот, процесс подключения этого переходника, отключения, потому что я часто за день отключаю его, потому что хожу на встречи с ноутбуком, либо домой его беру. И вот процесс, когда ты подключил, открыл ноутбук и потом, ну очень, я считаю, неожиданно для меня, я считаю, это очень долго происходит. Открываю, он там что-то показал, поблымал-поблымал, загорелся монитор, поблымал-поблымал. Здесь что-то, окна перестраиваются. Я сижу просто так, у меня уже в последнее время, я так подключил, открыл, Touch ID притронулся, пошел, короче, в туалет сходил, прихожу только. Потому что я не могу смотреть, как оно там долго так расчехляется, что такие, да, тебя разбудили ноутбук. Такие, да, там есть еще один монитор. И вот это вот все. То есть вот это блымание, я не знаю, в виндовом ноутбуке это происходит быстрее и проще. Да, там есть свои косяки с работой с внешними мониторами. Особенно, когда это 4К-монитор, а у тебя не 4К. Да и вообще, даже если у тебя 4К-ноутбук и 4К-монитор, там все равно куча бороды. И, наверное, такие еще и хуже, потому что она в процессе эксплуатации. Здесь, как запустилось, это все поблымало, то она уже нормально работает дальше. А в винде могут еще быть прикольчики и так далее. Но все равно, мне как-то этот момент очень не нравится. Второй момент, то, что я не знаю, может быть это с переходником беда, но периодически я просто работаю вот так вот, уже час, не отходя от компьютера. Потом оп, и внешний монитор, просто идет вот этот вот цифровой шум. Знаете, как на телеках не включился канал, вот этот серый песок. Просто как будто сигнал пропал. И мне приходится выдернуть HDMI из переходника и снова вставить. Опять вот это все поблымало, ну и все и работает. То есть, вот такие глюки, я не знаю, может быть это, конечно, с переходником дело, но как бы у всех в офисе такой же переходник и ни у кого не глючит. В общем, работа с внешним монитором, это я так уже немножечко придираюсь, но она вот то, что раздражительным фактором для меня целый год являлась. Еще один негативный момент, это все-таки перегрев. Я рассказывал об этом сразу же, когда купил этот ноутбук и когда начал пользоваться первые дни. Помните эту серию видео, где я подгорал и рассказывал, как вообще типа это гонево. Ну, в принципе, с тех пор ничего не изменилось. Я таки начал Mac Fan Control использовать это приложение руками, вот это вот все там типа настраивать себе и так далее. Просто в последнее время я просто на максимум включил вентиляторы и их не выключаю, чтобы оно постоянно, пускай гудит. Но постоянно охлаждалось. Но сам факт от этого не меняется. На протяжении вот этого периода, как я пользуюсь Mac'ом, он все время перегревается. USB-переходник вот этот Saatocci, Saatocci, по-моему, у меня от этой компании, тоже дико перегревается. Конечно, сейчас зима, сейчас это большой плюс. Я прихожу там где-то, ходил на встречах замерз, руки погрел, вот эту часть, которая над тачбаром. Больше всего он греется вот здесь. И вот так вот можно прикладывать. Но когда ты начинаешь греться, ты начинаешь нажимать всякие кнопки на тачбаре. Это тоже, то есть подскажите какие-то лайфхаки, как вы греетесь об свой MacBook так, чтобы не нажимать тачбар. Может быть, мне это будет полезно. Может, коврик какой-то туда постелите на тачбар. Не знаю. Но сам факт, что он греется, он перегревается, он даже, когда я его долго... Особенно, когда я пришел на какую-то встречу, подключил к внешнему там проектору или чему-то такому большому там 4К. И долго много показываю, видео вывожу на этот экран, активно пользуюсь, то он прямо еще больше греется. Ну, про всякие монтажи и все остальное я не говорю, потому что это нормально. Любой ноутбук начинает греться, когда на него мощную производительную задачу кидаешь. Но он просто в простое начинает греться. Еще большой прикол в том, что, опять-таки, может, это проблема в переходнике, может быть, это в какой-то там Каталине прикол. Но, когда я ухожу с работы, у меня, поскольку поставлен ноут вот так к экрану, уперт в экран, и чтобы сверху сразу же шел новый, ну, внешний монитор, то я не хочу, знаете, там много раз его там отключать, относить. Потому что это там дзен, нахожу четко точку, где мне удобно, чтобы ноутбук стоял. И работаю. И я ухожу, и я хочу сделать вот так. Ну, вот, активированный ноутбук. Я беру, чик, потушил, да, то есть вот это вот заблокировал и ушел. Да, я так уже не делаю, и вам не советую, потому что припадает пылью, и клавиатура таки у вас сдохнет. Если, особенно дома, особенно если животные есть, стопудово нужно закрывать, если вы оставляете ноутбук на ночь. Ну, я вот так вот решил на работе открывать, потому что все-таки не сильно вроде как пыльно. Но когда ты приходишь, и здесь подключен переходник, который вот это с внешним монитором, все потухло, когда ты заблокировал. Но ты приходишь на утро, и он теплый весь. Почему? Я уже пробовал все, что угодно делать, в каких-то разных режимах, там приложение закрывать, все равно он теплый. Все заблокировано, но он теплый, он работает, всю ночь работает. А если я с подключенным USB хабом закрою, то он думает, ты, наверное, решил закрыть ноутбук и пользоваться просто без клавиатуры, без мышки, без тачпада, без ничего. Ты просто решил смотреть на внешний экран, и он активирует ноут с внешним экраном. Это такое, я это даже не в отдельный пункт не выносил, что это вот такая беда. Этот пункт в основном про то, что греется. Греется, и пока я эту тему никак не смог побороть. Раз уж начал рассказывать про тачпад, тачбар, про вот эту полосочку, ну, стигня полная на самом деле. Идея хорошая, молодцы, что придумали, но, пожалуйста, как бы и в MacBook Pro 16 они не довели это до ума. И здесь сама софтина, которая управляет этим тачбаром, плохая. В своем же сервисе, ну, я это вот, я горел это вначале, и до сих пор вот прошло много времени, я вам повторяю. Почему Apple Music не управляется адекватно кнопками? Штатная Apple Music и штатный тачбар, штатные настройки, штатные кнопки, все это вот оно где-то в офисе Apple вот такое и было. И кто-то, бета-тестер, альфа-тестер и все остальные гамма-тестеры, они нажимали play, pause, play, pause, потом они открыли другое окно какое-то, play, pause, потом они открыли третье окно какое-то, нажимают play. Что-то не работает, они запустили видео на YouTube, потом для этого хотят нажать паузу музыки, Apple Music, которую соседний друг его альфа-гамма-тестер придумал. Он нажимает, а она не паузится, она не паузится, тебе нужно заходить, нажимать, делать активным окно Apple Music, тогда она не факт, что запаузится, тебе нужно реально курсором нажать паузу, потому что ты в третьем окне где-то там открыл YouTube. Я очень сильно надеялся, что когда Apple Music с Каталиной новой прилетит, новая Apple Music, прилетит вообще Каталина, это новая операционная система, я думаю, ну там же кто-то по-любому это потестил. Нет, ну каким образом, почему в 2020 году, вот почему, я очень горю от того, что Touch Bar не управляет музыкой. Я что, многого прошу? Я не прошу вам, знаете, там, биткоины продавать и покупать безопасно при помощи кликов по Touch Bar. Интересно, такое есть или нет? Ну реально, пожалуйста, то, что вы заявляете, для чего он нужен, пожалуйста, сделайте. Единственное, чего мне Touch Bar нравится, это то, что музыку можно слайдом вот этим вот регулировать. Я готов этим пожертвовать и классить плюс-плюс-плюс музыка, но чтобы все работало, как оно работало на других MacBook'ах, где этим за play-pause отвечала кнопка, а не, блин, Touch Bar. Ну, короче, это какая-то беда, которая меня реально раздражает, и я уже настолько раздражался, что уже привык и уже забил. Но, несмотря на все эти минусы, которые рассказал, опыт эксплуатации, если хотите назвать это видео таким образом, просто божественный. Это очень крутой ноутбук, со всеми его минусами, он, кайф от его использования у меня больше, чем от любого виндового, супермощного, игрового даже ноутбука. Скажу так, если бы у меня не было дома мощной пекарни, где я могу поиграть и вот это RGB все порадоваться, то, наверное, был бы мой вывод другой. Это повлияло, потому что, ну, у меня был игровой ноутбук, была игровая пекарня, и я там думал, о, там, влючит, винда и все остальное. Сейчас у меня сработает все отлично, очень удобно и приятно работать на нем, а дома все это RGB осталось, поэтому я, типа, там, могу как-то неадекватно оценивать виндовые ноутбуки и так далее. Я вот это все думал, как бы сформулировать вам, а потом сказал, да мне настолько пофиг, что я просто говорю, как есть. Я вам говорю, вот этим пользоваться для работы намного, намного удобнее для меня лично. Он гораздо стабильнее работает, чем виндовый ноутбук, я в плане операционки и говорю, я никогда не парюсь и всегда обновляю до самой свежей операционки. Вот многие говорят, я там подожду, Каталину все поноют, что она что-то глючит. Я не парюсь, я тупо в первый же день обновляюсь, она все работает для меня абсолютно нормально, я не ловлю никаких глюков, может быть, мне везет. Но факт в том, что для работы, а работа у меня связана с работой в браузере, работой в Google Drive таблицах и текстах и так далее, в имейле и все остальное. Вот работа и, скажем так, в первую очередь работа по причине того, что есть целая экосистема iPhone, iPad, часы, AirPods и MacBook. Макбук, вот эта вот вся связочка, это называем, назовем это экосистемой, вот оно действительно очень крутое. Вот хочется и расширять эту экосистему, там какую-то колонку, HomePod или что-то такое. Вот им хочется уже там Siri попробовать, телефонный звонок принять на MacBook, а не на телефон. Вот это вот все перемешка, это скопировал на телефоне, вставил на ноутбуке. Вот эти все мелочи, которых можно перечислять очень много, они в реальной жизни на работе мега-мега крутые и полезные. Поэтому автономность, какой-то корпус крутой в своей эксплуатации, сколько он держит от одного заряда батареи, это вообще песня. Сама экосистема очень крутая и опыт и кайф от использования этого ноутбука перекрывают, честно скажу, перекрывают для меня все минусы. Даже в этом 2018, в MacBook Pro 2018 года. Но если вы собираетесь действительно приобрести новый MacBook, то очень вам советую обратить внимание именно на MacBook Pro 16. Потому что там большая часть багов, о которых я говорил, перегрев, клавиатура и так далее, еще экран круче, музыка круче. Все это действительно крутая работа над ошибками и кайфа будет еще больше от MacBook Pro 16, если, кстати, там не вылезут какие-то новые баги, которые в этой версии ноутбука тоже вылезли не сразу. Но будем вас держать в курсе. Вам спасибо за просмотр, очень надеюсь на ваши лайки и поддержку. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, пишите комментарии, постараюсь на все ответить. Всем крутого дня, всем пока!